Научная фантастика всегда интересовала зрителей. Идея перенестись на другую планету, в далекое будущее или пережить удивительное путешествие в иные миры. А кино – один из самых популярных способов убежать от реальности. Научно-фантастические фильмы моментально захватили публику, а многие переросли во франшизы, развивающиеся десятилетиями. Парк Юрского периода часто называют одним из лучших фильмов Спилберга. Он рассказывает о первой попытке с помощью исследования ДНК вернуть к жизни древних существ, представив свое творение широкой публики в тематическом парке. В центре сюжета – группа приглашенных экспертов, которые оказываются в ловушке в момент побега динозавров из своих загонов. Парк Юрского периода широко известен за свои новаторские приемы в области визуальных эффектов. Кроме того, сюжет поднимает философские вопросы, которые с момента выхода фильма все еще находят отклику зрителей, опасность чрезмерного вмешательства человека в природу и естественный ход вещей. Фильм был настолько успешным, что породил множество сиквелов, которые выходят до сих пор, как анимационные, так и с живыми актерами. Терминатор – один из самых любимых зрителями боевиков 80-х годов. В центре фильма Сара Коннор, живущая в 1984 году, и Кайл Риз, прибывший в прошлое с 2029 года с миссией защитить Сару от Терминатора, киборга, который послан убить ее и помешать ей родить ребенка. Потому что в будущем этот ребенок непременно должен возглавить движение сопротивления против машин с искусственным интеллектом, восставших против людей. Терминатор с самого начала очаровал и захватил фанатов кино. В нем удивительно сочетаются передовые спецэффекты того времени, богатые на события сцены и одни из самых знаковых цитат фантастических боевиков. К тому же он считается одним из лучших фильмов с участием Арнольда Шварценеггера. Терминатор 2 – Судный день, в свою очередь, один из лучших когда-либо созданных сиквелов, научно-фантастических фильмов, а зачастую его оценивают даже выше, чем оригинал. После событий первого фильма Сара Коннор рождает Джона Коннора, попытки предупредить людей об угрозе заканчиваются принудительным лечением, а в прошлое вновь послан киборг-убийца. В фильме потрясающий набор персонажей, Сара и Джон Коннор, знакомый нам, но перепрограммированный Т-800 и, конечно же, Т-1000 из жидкого металла. Невероятная игра актеров сделала фильм культовым, а специальные эффекты на протяжении многих лет оставались одними из лучших в кинематографе. В сочетании с захватывающими боевыми сценами, Судный день представляет собой образцовую фантастику, надолго ставшую примером для подражания. Хищник В классическом фантастическом боевике группа Командос оказывается загнана в ловушку таинственным существом. Невидимый Хищник открыл на спецназовцев охоту, а с таким врагом они иметь дело не привыкли. Как и многие другие классические научно-фантастические фильмы, Хищник получил ряд сиквелов разного качества. Потому неудивительно, что оригинал часто оценивается выше. С множеством динамичных экшн-сцен и напряженным, тревожным тоном всего фильма, Хищник до сих пор актуален у фанатов. Оригинальный фильм Чужой является, пожалуй, эталонным фантастическим хоррором. Первая часть франшизы рассказывает об экипаже космического корабля Нострома, который почти случайно вступает в контакт с инопланетным существом. Ксеномор вскрывается на огромном корабле, а команда пытается выяснить, как его уничтожить, прежде чем он первый расправится с ними. В замкнутом пространстве космического корабля нет другого выхода, кроме как вступить в бой, и эту безысходность и напряжение фильм передает удивительно хорошо. Чужой, наполненный захватывающими сценами и удивительными визуальными эффектами, остается актуальным и сегодня, поскольку эффективно работает и как научно-фантастический фильм, и как фильм ужасов. Также его любят и за дизайн ксеноморфа, который и сам по себе уже стал культовым. Продолжение фильма 1979 года уже не столько хоррор, сколько боевик. Элен Риппли оказывается спасена из капсулы анабиоза лишь спустя 57 лет. К этому моменту на астероиде, на котором впервые были найдены ксеноморфы, уже основана шахтерская колония, с которой, вот сюрприз, прерывается связь. Риппли вместе с отрядом спецназа от Вейланд-Ютани отправляется на помощь жителям. Этот фильм просто наполнен невероятными спецэффектами, поразительными и безжалостными существами и запоминающимися боевыми сценами. Вторая часть легендарной франшизы до сих пор может похвастаться высочайшей репутацией среди поклонников как научной фантастики, так и боевиков. И сама Сигурни Уивер получила широкое признание за свою роль в фильмах, а роль Риппли в «Чужих» — одна из ее самых запоминающихся. Основанный на романе Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электро-овцах», «Бегущий по лезвию» известен как шедевр и классика жанра научной фантастики, хотя между фильмом и романом, вдохновившим его немало различий. В фильме рассказывается о том, как Рик Декарт пытается выследить несколько биоинженерных репликантов, скрывающихся от правосудия, что приводит к огромному количеству открытий, способных действительно изменить мир. «Бегущий по лезвию» обладает исключительно качественным построением мира и способен похвастаться невероятной актерской игрой. Фильм является одним из самых популярных в жанре неонуар и до сих пор считается одним из самых часто пересматриваемых фанатами. При этом он примечателен разносторонними персонажами, особенно антагонистами, мечтательной электронной музыкой Евангелиса и новаторским изображением мрачного, футуристического Лос-Анджелеса, вдохновившего на создание еще более впечатляющего продолжения «Бегущего по лезвию» 2049 и многих других киберпанк-произведений. «Матрица» Действие фильма происходит в мире полностью подконтрольным машином, в котором люди живут неосознанно в симулированной реальности. В центре сюжета – Нео, которому раскрыта правда о настоящем мире и о группе сопротивления, пытающейся дать машинам отпор. Фильм был революционным благодаря поразительным съемкам боя и перестрелок, и неповторимому стилю, все еще узнаваемому более чем через 20 лет после выхода. 16 декабря франшиза дополнится новым фильмом «Матрица Воскрешения», и, как по мне, сейчас самое время пересмотреть оригинальную трилогию. Сюжет первого фильма все еще способен удивить, а визуальные эффекты, отмеченные премией «Оскар», выглядят все так же прекрасно, как и в 1999 году. Звездные войны эпизод 4 «Новая надежда» Успех этого фильма, первоначально известного просто как «Звездные войны», изначально на этапе съемок не был столь определенным. Однако, сразу после премьеры «Новая надежда» стала феноменом. Шедевр научной фантастики завоевал сердца зрителей во всем мире и привел к появлению одной из крупнейших франшиз. Даже после того, как 1977 года было выпущено множество других фильмов и сериалов по «Звездным войнам», «Новая надежда» по-прежнему держится на вершине списка лучшего у большинства фанатов и часто служит входом новых зрителей во франшизу. Да, сюжет самый что ни на есть базовый. Классическое путешествие героя для спасения всех и, естественно, «Девушки в беде» — еще одно киноклише. И все же это тот самый случай, когда такая комбинация прекрасно работает и до сих пор выглядит лучше многих современных фильмов. И наконец, «Звездные войны» эпизод 5 «Империя» наносит ответный удар. Драматизм, предательство и одни из лучших боевых сцен оригинальной трилогии. Именно этот фильм часто называют любимым многие фанаты франшизы. История продолжается сразу после событий «Новой надежды» и все также следует за Люком Скайуокером. Он пытается отточить свои навыки и усердно тренируется, чтобы победить Дарта Вейдера и свергнуть Галактическую Империю. «Империя» наносит ответный удар все еще способна похвастаться захватывающими, проработанными сюжетными линиями, невероятной кинематографией и фантастической игрой актеров. Эта часть зарекомендовала себя как один из величайших научно-фантастических фильмов, когда-либо созданных. Захватывающая начальная битва на Хоте и тренировочные сцены Люка и Йоды лишь два из многих ярких моментов, которыми обладает этот потрясающий фильм. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр! Если выпуск вам понравился, поддержите канал, понажимайте кнопки, поделитесь ссылкой с друзьями и оставьте какой-нибудь комментарий. А еще залетайте к нам в телеграм-канал и группу ВК, ссылки в описании. И до встречи в новом видео, пока!